Здравствуйте! В эфире область экономики, программа о деньгах и финансах и обо всем, что с ними связано. В студии Елена Шиломенцева. Смотрите в выпуске. Как и почему изменится патентная система налогообложения в Амурской области? С какими проблемами чаще всего сталкиваются амурские бизнесмены. Что станет главной темой предстоящего Амур-экспофорума и сколько средств потратят в этом году на модернизацию домов культуры? В Преамурье изменится патентная система. Поправки в закон амурские парламентарии рассмотрели на сессии законодательного собрания. Нововведения позволят снизить налоговую нагрузку на предпринимателей. По данным Министерства экономического развития и внешних связей области в регионе, отмечается стабильное снижение выданных патентов по востребованным видам деятельности. Так, в 2016-м амурские бизнесмены получили 1099 патентов. В 2017-м их количество снизилось до 718. В первом полугодии 2018 года зафиксировано падение еще на 17%, 423 патента. Параллельно наблюдается снижение налоговых поступлений от патентов. В 2016-м году поступило почти 66 миллионов рублей, в 2017-м чуть больше 55,5 миллионов. По прогнозам, за 2018-й сумма будет почти на 10 миллионов меньше, около 46 миллионов. Губернатор области поставил задачу снизить стоимость патентов и установить объективный размер потенциально возможного дохода по патентам, чтобы стимулировать предпринимателей использовать данную систему налогообложения в своей деятельности. Министерством экономического развития проведен расчетный анализ стоимости патента по сравнению с единым налогонамененный доход по наиболее востребованным видам предпринимательской деятельности. Мы такой расчет проводили на примере города Благовещенск, так как у нас 73% в общем количестве патентов выдается именно в административном центре. Расчет проведен при условиях уменьшения стоимость ЕНВД на сумму уплаченных взносов во внебюджетные фонды, но не более 50%, и по тем видам деятельности, которые имеют явную тенденцию к снижению и являются у наших предпринимателей наиболее востребованным. Также мы учитывали численность привлеченных работников и другие физические показатели в зависимости от вида предпринимательской деятельности. Наша инициатива предполагает снижение размера потенциального дохода от установленного без привлечения работников на 15-20% от расчетного размера единого налога на вмененный доход, а это соответственно в два, а в некоторых случаях даже три раза меньше от действующей стоимости патента. Кроме того, для снижения налоговой нагрузки на предпринимателей по торговле и общественному питанию предложено снизить расчетный шаг по площади. Это также было мнение предпринимателей, которое существенно помогает снизить стоимость патента от 6 до 60%. При этом более выгодная стоимость патентов по сравнению с единым налогом на вмененный доход сохранена. Проблемы малого и среднего предпринимательства обсудили в правительстве области. Амурские чиновники решали, как упростить в регионе процедуру ведения бизнеса, а соответственно улучшить инвест-климат в Приамурье. В заседании приняли участие губернатор Василий Орлов, руководитель областных министерств и ведомств, представитель бизнес-сообщества, а также руководитель представительства агентства стратегических инициатив ДФО Ольга Курилова. По словам последней, чтобы занять лидирующие позиции в национальном рейтинге, нужно работать на перспективу. Самое важное сейчас, как говорится, идет в нашу жизнь. Это, конечно, результаты национального рейтинга. Практически основные вопросы все завершены. Я рассчитываю, что ожидания каждого субъекта совпадут с теми результатами, которые мы получим. Самое важное, что нужно сделать, чтобы попасть в 30-ку к 20-му году. Вот спланировать работу до декабря месяца. Как отметил губернатор области, сейчас введена новая практика работы с амурскими предпринимателями. Он лично выезжает в города и районы, где вместе с представителями бизнес-сообщества обсуждают проблемы и варианты поддержки со стороны правительства. Между тем, по данным уполномоченного по правам предпринимателей в Преамурье Оксаны Степановой, чаще всего бизнесмены жалуются на административную нагрузку. В частности, внеплановые проверки, штрафы, отчетность, временные и финансовые издержки. По итогам заседания выработаны предложения, которые направлены на совершенствование законодательства, регулирующего проблемные сферы. Пространственное развитие приграничных территорий – это главная тема Амур-экспо-форума 2019. Российско-китайская ярмарка пройдет с 24 по 26 мая. Подготовку к проведению международного мероприятия обсудили в правительстве области с участием делегации народного правительства города Хэйхэ. В заявки на участие в Амур-экспо-форуме уже подали 55 компаний из Благовещенской и других городов Амурской области, Владивостока, Екатеринбурга, Барнаула и Московской области, а также из КНР. Как и прежде, на выставке будет представлено 5 тематических направлений – техэкспо, стройэкспо, бизнесэкспо, продэкспо и турэкспо. Именно направлению экспорта в этом году планируется уделить особое внимание. На выставке будет представлен павильон амурских экспортеров, на котором не только презентуют свою продукцию, но и подготовят для гостей интерактивную составляющую. Отдельную информационную площадку выделят для презентации действующих и перспективных туристических маршрутов, а также крупных событийных мероприятий региона. В рамках деловой программы планируется провести большой форум, где обсудят стратегические планы по развитию приграничных территорий. Расскажут об основных направлениях дальнейшего сотрудничества с учетом запуска крупных проектов трансграничной инфраструктуры. Трудовые мастерские юным амурчанам с ограниченными возможностями здоровья помогут определиться с профессией, востребованной на рынке труда. Два областных интерната получат по 4 миллиона рублей на центры профориентации. Средства выделены в рамках регионального проекта «Современная школа национального проекта образования». Так, модернизация ждет специализированные коррекционные школы в Свободном и Благовещенске, в которых обучаются и проживают воспитанники с нарушением слуха, зрения, интеллекта. На выделенные средства в них будут оборудованы трудовые мастерские, слесарные, столярные, обувные и другие, что позволит ребятам освоить полезные навыки и, возможно, будущую профессию. 21 миллион на 17 домов культуры. Проект «Местный дом культуры» в Преамурии получил в этом году больше средств. Для сравнения, в прошлом общая сумма составила около 19 миллионов. Деньги направили более 20 учреждения. В 2019 году заявки на участие в программе подали 37 домов культуры, комиссия одобрила 17. В 2015 планируют сделать ремонт, в остальных приобрести оборудование. Также на территории области стартовал национальный проект «Культура», в рамках которого впервые за много лет финансовую поддержку получит Амурский колледж культуры. Будут выделены средства и детским школам искусств на приобретение музыкальных инструментов и обновление материально-технической базы. Ожидаются значительные транши для театров, которые пойдут не только на обновление материально-технической базы, но и на создание новых постановок, сообщает пресс-служба областного правительства. К слову, в 2018 году наш регион попал в десятку лучших в стране по темпам развития культуры. Амурчанам, практикующим покупки на китайских сайтах, больше не придется подолгу ждать свои посылки. Теперь их будут напрямую доставлять из Хэйхэ в Благовещенск. Первая партия международной корреспонденции по новой схеме уже отправлена. Кроме того, из столицы Преамурья посылки будут доставляться на Урал. Когда почтовый маршрут заработает на регулярной основе, они будут из Харбина поступать в Хэйхэ. Там пройдут таможенные оформления, а потом их отправят в Благовещенск, затем в Екатеринбург. Сейчас таможни Китая и России ведут переговоры по маршруту, условиям регулирования потока почтовых отправлений, оперативной обработки и таможенного оформления. На этом у меня все. Пересмотреть выпуск можно на нашем сайте amuroobl.tv. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова